всем привет вы на канале пара рюкзаков в этом видео я расскажу вам как правильно подать заявку на получение визы в шри-ланку есть два способа получить визу в шри-ланку это по прибытию в аэропорт коломбо нужно выстоять огромную очередь потратить время на заполнение данных и заплатить на 5 долларов больше либо зайти на сайт это.gov.lk и онлайн заполнить анкету при этом заплатить на 5 долларов меньше к тому же с 1 августа 2019 года по 31 января 2020 года страны которые указаны в этом списке в том числе украина россия получают визу абсолютно бесплатно несмотря на то что уже конец января я в этот период заполнил свои данные получил визу на февраль бесплатно есть также информация что этот период продлится но пока еще не подтвержденная еще также прошу обратить внимание если вы пропишите в гугле виза в шри-ланку на английском или на русском языке первыми сайтами в перечне появятся рекламные сайты у которых будет домен не gov.org или нет или еще какое-то это сайты посредников вы будете передавать им свои данные и дальше они будут брать с вас еще комиссию за то что заполнят на самом деле здесь ничего сложного я вам сейчас покажу как если вам интересно подписывайтесь на канал стать ставьте большой палец вверх это будет мотивировать нас дальше записывать для вас полезное интересное видео нажимаем ok можно выбрать язык но все равно как бы вы язык не выбрали тут можно почитать информацию на своем языке но заполнение анкеты будет происходить непосредственно на английском языке нажимаем подать открывается новое окно здесь мы нажимаем а игры то есть принимаем условия если вы едете с целью туризма нажимаем на первую строчку открывается анкета здесь вводим имя все латинскими буквами точно так как в вашем загран паспорте это очень важно обращение если мужской пол мистер если девушка замужняя миссис если не замужняя мисс дата рождения введем произвольную дату пол мэйл это мужской фимейл женский национальность страна рождения то есть национальность и страна рождения могут быть разными обращаем это внимание украин паспорт смотрим как в паспорте дата получения паспорта уже произвольно и срок действия паспорта если в вашем паспорте указан ребенок нажимаем галочку enable и вводим данные о ребенке тоже имя фамилия дата рождения пол и здесь выбираем child если два ребенка или более нажимаем add child и дополняем и заполняем те же самые данные чтобы быстрее выбираем без ребенка запомним значит дата вашего приезда в шри-ланку цель визита если мы едем с целью туризма выбираем sightseeing о holiday то есть осмотр достопримечательности или отдых здесь мы должны написать откуда мы прилетаем допустим если вы вылетаете из киева и у вас будет пересадка допустим в дубае вы все равно пишите из киева то есть порт отправления здесь просят ввести вашу авиакомпанию но опять таки здесь звездочек нету можно эту информацию не давай но я вписывал ну и номер рейса здесь выводите адрес город область можно вообще написать как это звучит на русском языке индекс выбираем страну адрес в шри-ланке то есть если вы бронировали в букинге или в airbnb или еще где-нибудь посмотрите какой адрес и здесь это тоже обязательное поле нужно прописать допустим это город начнем с города не гомба наше путешествие и какое-то название отеля все эти адреса есть ваших данных электронная почта телефон видите насколько современная анкета что уже факс у кого-то есть следующие данные если у нас нету действующей визы в шри-ланку и мы не получали ставим здесь ноу 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 соглашаемся совсем что мы написали что-то все корректные данные и нажимаем next проверяем нашу анкету и видите к оплате 0 долларов если бы виза была платная здесь было к оплате 35 долларов если вы внесете еще данные ребенка то будет соответственно 70 долларов если мы дальше нажимаем подтверждение тогда мы должны перейти на третью страницу это данные для оплаты то есть стандартные данные номер карты срок действия cv код но так как у нас бесплатная виза мы сразу подтверждаем и на этом регистрация заканчивается мы увидим подтверждение что мы все правильно зарегистрировались и ожидаем в течение суток подтверждение на свою электронную почту я скажу что я обе визы зарегистрировал и подтверждение было в течение часа приходила значит я не буду нажимать сейчас чтобы не отвлекать шри-ланкийского таможенника просто при нажатии мы заканчиваем эту анкету и она отправляется на проверку так вот выглядит подтверждение что самое странное это это подтверждение приходит не как вложение в виде pdf файла это подтверждение просто в виде текста вашей электронной почты вам достаточно его распечатать взять с собой главное чтобы все данные совпадали с вашими паспортными данными если вам было полезно это видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал если у вас есть вопросы пишите в комментариях мы обязательно ответим спасибо и до новых видео